Друзья, я снова всех приветствую. Идут последние приготовления к запуску реактивного самолета уже с новой турбиной. Турбина будет с тягой 8 килограмм. Собран уже полетный чемодан. Еще из интересного сделал самолет немножко более нарядным. Все уже практически упаковано. Стоит турбина с тягой 8 килограмм. Самое интересное, это вот это вот, ребята. Это ракеты. Сегодня попробуем запустить их с борта самолета. С этим двигателем все гораздо проще, друзья. Не нужно целый чемодан с инструментами, чтобы его запускать. Тонникум Тонникум Воронх Пошла птица,ребята! Слушай,как он шумит круто. Такой,как он шумит круто. Смотрим, потихонечку летит. Продолжение следует... Продолжение следует... Посадка немножко по ветру. Ветер около двух метров в секунду. Очень тяжело. Оторвало, да? Столбы. Ребята,столбы вот эти вот. Друзья, вот такая вот жесть. Вот. И столбик мы сломали. Всё, апокалипсис. Давай. Друзья, придется чинить нам тут аэродром. Видите? Дюраль сломалась от крыла. Я даже не ожидал, что такое может быть. Полеты закончились. Сейчас хоть ракетку запустим одну. Посмотрим. Поставил парашют. Посмотрим, полетит она вообще по-нормальному или нет. Так, ну что? Кучкуемся все. Доделал, делал. Ну, не успеет. Успел. Далеко не улетела хорошо. Как-то так всё работает. Правда, конечно, почти у земли раскрылся парашют. Друзья, ну всё, едем домой. Полетом конец. Немножечко натворили делов. Починили мы, друзья, крыло в этот же день вечером. Правда, потом я его пару дней красил. И вот опять отличная погода. Просто безумная, шикарная. Прям жара стоит. 18 градусов. Ветер есть небольшой. Но в течение дня всё это дело может меняться. Поэтому есть шанс безболезненно запустить самолёт. На этот раз с ракетами попробуем его. Всё-таки надо стартануть. Едем на наше старое место, не на аэродром. Потому что и так, вы видите, затянулось видео на несколько недель. Но это всё из-за того, что раз в неделю мы только можем на аэродром попасть. И то, может погода плохая быть, то ещё что-то. Пятое, десятое. Опять же с этим столбиком движуха была. Собрали самолёт. Ребята, есть небольшой ветер. Но надо пробовать. Время просто тупо уходит. Можно вообще в этом году тогда не запустить, если не пробовать с ветром. Ветер около 3 метров в секунду. Ракеты очень просто устроены. Насаживаются вот сюда. Вот так. Чтобы не вылетела, есть такая нитка, которая будет вставляться в двигатель и затыкаться. Туда же вставляется и запальник. Вот две нитки. Они не будут давать съехать ракетам без запуска двигателя. При запуске, естественно, всё это выдует струёй. И всё вот так должно полететь. Вот так, ребята, вставляю запальник. Вот оно. Теперь его нужно вставить в двигатель. Вместе с ниточкой. И вот этим чопом затыкается. Всё, теперь ракета. Смотрите как. И на ниточке держится. Всё, вторую подключаю и полетели. Запускаем двигатель. Хочется измерить тягу, ребята. 8,2 килограмма. Друзья, всё скрестили. Пальчики. Будем пробовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Мимо нас будешь пролетать. Попробуй стрельнуть. Всё, стреляю. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лясь. Разбились камеры, Друзья, ракеты разбились по ходу. Найдем целые. Получилось клево конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. Пятая, шестая посадка уже получше. Нажал? Да. Пойдем искать ракеты. Такие дела, друзья. Ракеты отстрелялись очень красиво. К сожалению, не включил я заднюю камеру, чтобы еще можно было с одного вида увидеть. Но я надеюсь, не последний раз мы их запускали. Надеюсь, они в хламиду не разбились. Хотя мясо там жесткое было, много дыма было. То есть вышибной заряд уже после сработал, как они приземлились. Оно там все взорвалось, взлетело на воздух. Оно неестественным образом разбито что-то. Бальзовый кок вошел в трубу каким-то образом. И хвостик отвалился. Приехали домой, ребята. Разобрал ракеты. Вот что получается. Еле смог выдернуть коки из них. Одну уже починил. У одной капсула, в которую вставляется двигатель, вылетело внутрь ракеты. При отстреле вышибного заряда ее туда пропихнуло. Потому что я заглушки ставил вот такие. Но это для того, чтобы кок не выстрелило. Очень трудно вытащить кок. Просто нереально трудно. Но, тем не менее, посмотрите, ребята. Настолько крепкий корпус. То есть вы видели, как его туда вонзило. Но все равно корпусу ничего. И на второй ракете то же самое. Даже трещинок нет. Это вот 4 слоя стеклоткани. Намотаны на горячий пруток и на горячую высушенные. Такую имеют мощь колоссальную. Итак, друзья, на этом можно потихонечку закругляться. Слава богу, все с самолетом на мази. Можно будет ставить большой мощный двигатель. Здесь и не нужно было особо замерять скорость. Хоть я и забыл GPS тестер, я бы замерил. Но тут, Виталик говорит, скорость фактически та же самая. Потому что тяга сравнима с самодельной у двигателя. То есть не намного она мощнее. Может на килограмм, на полтора. В общем, Виталик особой разницы не заметил. В следующем видео постараюсь раскрыть тайны, что я хочу дальше делать на канале. Это видео выйдет, наверное, завтра, послезавтра. Многих интересует этот вопрос. Задавали и в комментариях. И так люди не понимают. А что же дальше? Также, друзья, хочется выложить два полета полноценных. То есть вид с камеры сверху. От взлета до посадки. И тот вид, который был с запуском ракет снизу. Все это дело я выложу на лайв-канале. Ребята, опять же, просили выкладывать целиком не порезанное. Поэтому выложу. И кому именно очень сильно интересно, можете перейти на лайв-канал. Ссылку я оставлю в описании. И посмотреть эти полеты. Это для узкого круга, особенно сильных ценителей полетов. Чтобы посмотреть все нюансы, как оно летело, как управлялось, как отрабатывала стойка шасси. И так далее, и так далее, и так далее. Ну а на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!